Добрый день, уважаемые ведущие, добрый день, уважаемые слушатели. Все ли хорошо видно и все ли хорошо слышно? Хотелось бы увидеть ваши реакции. Спасибо, вижу. Презентация всем видна? Хорошо, спасибо большое. Не совсем еще вылечилась, но постараюсь отвести сегодняшний вебинар на высоте. Позвольте мне представиться. Эльвина Ахнафовна Салихова. Работаю я с 1 ноября. Наш университет теперь носит новое название. Уфимский университет науки и технологий. Появился он в результате соединения двух вузов классического Башкирского университета и авиационного технического университета, где я работала. И в прошлый свой вебинар я как раз представлялась как работник, как профессор УГАТУ. Ну вот сейчас времена меняются быстро, и тем самым места наших работ меняют юридически свои адреса и названия. Итак, наша сегодняшняя тема посвящена такой технологии, очень известной, но в новых, наверное, условиях, в которых мы с вами пребываем, пребывают наши дети. Кроссенс-технология как средство развития связанной речи детей дошкольного и младшего школьного возраста. Почему я обратилась к этой теме? Ну, наверное, потому что процессы цифровизации, в которые нынче хотим мы этого или нет, но вовлекаются и дети младшего и младшего дошкольного возраста посредством постоянного обращения и к телевидению, и к компьютерным играм. И эти процессы, ну, помимо всех плюсов, о которых мы с вами знаем и уже на себе испытали, есть, конечно, и минусы, которые нам с вами дополнительной работой, может даже и основной работой оборачиваться. Как раз несосредоточенность на определенном виде деятельности позволяет говорить о формировании уже вот с такого младшего, с трех-четырехлетнего возраста детей, о формировании клипового, или его еще называют мозаичного, фрагментарного или обрывочного типа мышления. Сам термин клиповость предполагает быструю реакцию на информацию. То есть мозг не производит действий по привычному алгоритму, в котором поколение мое, скажем, выросло и воспитывалось, и получало образование. Это внимание, восприятие, мышление, память, воображение и воспроизведение. Вот такая цепочка, которая вам на вот этой схеме представлена. И утрата одного из звеньев приводит как раз к причинам появления вот этого мозаичного мышления. Почему оно появляется? Потому что мы адаптируемся к той всю возрастающей скорости поступаемых информационных потоков. И вот что в итоге на выходе у детишек и у студенческого даже ныне поколения, у школьников, оно сворачивается, вот эта цепочка, до внимания и кратковременной памяти. Результат, связанная речь, как правило, отсутствует. Почему? Потому что при таком декодировании, то есть расшифровке поступаемой извне информации, не формируются образы, фрагменты, то есть краткие тексты, они затрудняются в нашем мозгу к расшифровке. Это ведет, конечно, к нарушению связанной логически-последовательной речи. То есть вот такой резкий переход от одной информации к другой, от визуальной к текстовой и так далее, к сожалению, это нарушает. Понятно, что эта тема отдельно заслуживает обсуждения, но я хотела бы как раз обратить наше внимание, что истоки той темы, о которой мы сегодня с вами поговорим, они связаны прежде всего с актуальностью, к которой мы вновь возвращаемся к этой теме. Так что же такое собой представляет технология или методика, прием кроссенс? Это задумка авторская, которая по аналогии со словом кроссворд в переводе с английского означает пересечение слов. Ну а кроссенс – это пересечение смыслов. Ну, в свое роде загадка, головоломка, ребус. Своего рода набор картинок, связи между которыми могут быть как поверхностными, так и на более глубоком уровне. Ну и многие считают, что кроссенс – это отличное упражнение для развития логического и творческого мышления. Давайте с вами попробуем в этом убедиться, так ли это. Ассоциативная головоломка нового поколения, да, она впервые была опубликована в журнале «Наука и жизнь» еще в начале 2000-х годов, если быть точным, 2002 год, и представляет собой ассоциативную цепочку, которая стандартно замкнута в поле, ну, как правило, из девяти квадратов. Это такой набор из такого количества, который предполагается для старших дошкольников. Если уменьшить количество до четырех или до шести, это среднее, скажем, звено, ну, соответственно, четыре – это младшее, ну, а девять – это стандартные старшие дошкольники и младшие школьники. Ну, вот такое стандартное поле из девяти квадратов, ну, вспомните такую игру, как крестики-нолики, да, напоминающие. И вот эти девять изображений расставлены в нем таким образом, что каждая картинка связана с предыдущей, а центральная объединяет по смыслу сразу несколько картинок. Еще раз повторяю, связи могут как на поверхностном уровне устанавливаться, так и на более глубоком. Ну, вот этой проблемой в свое время занимались наши отечественные исследователи. Зарубежные педагоги тоже без внимания не оставляли эту технологию. Ну, вот Муза Михайловна Алексеева, она, как известный вам всем, да, методист по разработкам в области формирования связной речи, она писала, что если ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни он будет, к сожалению, только подражать или копировать. Мы обязаны вот самой технологии, зарождение технологии Сергею Фединому, писателю, известному педагогу и математику, и Владимиру Бусленко, доктору технических наук, художнику и философу, которые как раз нас ввели в эту технологию. Какая основная учебно-образовательная задача стоит перед нами, педагогами и воспитателями? Конечно, объяснить или разгадать кроссенс, составив очень простой рассказ, основываясь на том, что наша с вами память, она имеет ассоциативно-образную структуру, да, и рассказ будет представлять такую ассоциативную цепочку, благодаря вот таким опорным изображениям, представленным чуть ниже, да, и вот как объяснители разгадать кроссенс, вам представлено на текущем слайде. Связи чтения кроссенсов может быть, ну, как привычное нам, да, вот по форме улитки от мёрки и далее к центральной пятёрке, то есть сворачивается в улиточном формате. Можно начать с первой, так и с любой узнаваемой картинки, и центральным является квадрат с номером пять. Ну и по желанию автора он может быть, конечно, связан и со всеми картинками центральное изображение, в зависимости от того, какую задачу вы себе поставили для того, чтобы этот кроссенс с детишками разрешить. Ну, обычно связи по периметру устраиваются, да, между квадратами, там, один, два, два, три, три, четыре, шесть, девять, девять, восемь, семь, семь, четыре, или четыре, один, да, вот это изображение. Так и по центральному кресту между квадратами, может быть, два, пять, шесть, пять, восемь, пять, четыре, пять и так далее. Ну, например, для закрепления и систематизации знаний, ранее пройденных с детьми, ну, скажем, в детсадовском возрасте, о сезонных изменениях можно использовать кроссенс по блокам, там, улицы города, там, скверы, растения родного края. Ну, например, если моей республики, республики Башкирия, то, соответственно, в моем родном крае, обитающие, там, флора, фауна, животные, чуть позже я как раз покажу эту технологию на примере того, что я перечислила. Далее, какие могут быть цели в использовании этой технологии? Ну, конечно же, проверка ранее приобретенных знаний, можно сформулировать темы и цели задачи вот в таком нестандартном формате для того, чтобы показать вот связь между изображениями и тем самым определить идею. Можно раскрыть информационные блоки темы, то есть тем самым задать такой речемыслительный поиск проблемы, да, последствия, виды, причины. Можно с помощью кроссенсы и обобщить материал, тем самым закрепив то, что было изучено ранее. Можно составить в группах, но это уже работа, конечно, для старших дошкольников и младшего школьного звена, в группах на какую-то заданную тему, предложив, конечно, подборку изображений в их сравнении. С привлечением родителей не возбраняется, конечно, и творческое домашнее задание в зависимости от возраста и потенциала ваших детей, о котором, конечно, знают только воспитатели и учителя. Можно печатным электронам, видя на какую-то заданную тему от простого к более сложным девятиячеистым изображениям. Ну и построить структуру занятия. Вот эти девять максимально, как мы сказали, минимально могут быть четыре элемента кроссенса, содержат ту структуру занятия с наименованием темы, целью или проблемкой, которую можно установить в середине материала. Понятно, что работа с кроссенсом отражает и должна отражать ту глубину понимания воспитанниками темы и, с другой стороны, способствовать, конечно, развитию образного, ассоциативного и чести хвала, если мы выйдем на логический, то есть понятийный уровень мышления, который помогает еще развить и воображение. Кроссенс способствует проявлению нестандартного мышления. Уже с этого детского возраста можно зачатки креативности, такого творческого подхода к изучению определенных тем разрабатывать. Ну и, конечно, будет способствовать развитию самовыражения. Когда дети разгадывают кроссенс, тем самым развиваются и коммуникативные, регулятивные умения. Это, прежде всего, навык работы с информацией. Это отображение посредством речи того, что ты видишь и параллельно, что ты о чем думаешь. Это сопровождает все речевые действия детей. Ну и тем самым можно способствовать повышению любознательности и мотивации к окружающему миру. Конечно, как и любые творческие упражнения, задания кроссенс повышают инициативность, развивают воображение. И тем самым мы способствуем формированию информационного, познавательного и коммуникативного видов деятельности. В среднем дошкольном возрасте предлагается, скажем, еще раз повторюсь, младшие и средние – это кроссенсы от трех-четырех картинок в виде таких логических цепочек. Можно саму формат квадрата убрать. Ну а постарше дети уже, конечно, 9 ячеек, 9 изображений – это стандарт. Например, самый простейший для детишек младшего возраста. Как вы думаете, как между собой связаны эти картинки? Различные способы активного использования технологии вам могут быть представлены и далее. Но вот варьирование, конечно, не возбраняется, только приветствуется. И я полагаю, не так уж критично, если педагог применяет трансформы этого метода в зависимости, вот еще раз повторяю, воспитательных, дидактических, развивающих, образовательных, ну и, конечно, еще и эстетических задач, потому что выбор изображений хаотично никак не. Здесь он в тесном сопряжении и с темой, задачей, ну и, наверное, вкусом и стилем воспитателя, педагога в том числе. Применение кроссинса на основе подобранных в определенной логике образов может способствовать как на стадии определения темы, как на стадии постановки самой проблемы или закрепления пройденного материала. Вот следующие слайды, ответьте мне на вопрос на уровне детишек, как вы думаете, чем связаны данные картинки? Да, игла, иголки, совершенно верно. И для чего на каждом изображении иголки служат, да? Здесь, конечно, мы постараемся вытянуть из детей такой вот связанный рассказ, да? Елочка, ну, в преддверии новогодних праздников с иголочками, можно вспомнить прецеденты сказки, обрывки сказок или песен. Все, что с Новым годом связано, это всегда позитивные эмоции. Ежики у нас это персонажи сказок с раннего детства. И почему ежик колючий, и что помогают иголке, как помогают иголке ежику, почему у него такой костюм колючий, да? Ну и, конечно же, уже к окружению нашего бытового, возможно, что дети становятся свидетелями того, чем мама или сестры занимаются, да? Или из области таких уже формирующихся общих фоновых знаний, игла как элемент швейной машины. Для чего швейная машинка нужна? Здесь уже вот тематические рассказы развиваются, и можно дополнять в процессе вот такой речи деятельности новыми знаниями то, чем уже владеют дети определенного возраста, и продолжать уже развивать, усложняя рассказы. Алгоритм создания Кроссенса достаточно прост. Можно определить тематику или общую идею. Количество элементов мы с вами выбираем в соответствии с уровнем и возрастными особенностями. Я даже подчеркиваю иногда и гендерные, то есть полувозрастные особенности, потому что для девочек можно изображение предложить одной тематике, для мальчиков другой. А мне кажется, это как раз будет правильным, потому что в этом возрасте уже с детства начинается избирательность и противопоставление некого мальчика к девочкам. А можно найти какие-то общие темы, чуть далее я покажу, которые объединяют и мальчиков, и девочек в одну группу. Смысл центральный. Проблема, если это идет формулировка темы задачи на уровне младших школьного возраста, или для повторения каких-то знаний или подачи новых, если это идет в возраст детского сада. Для этого мы выделяем с вами отличительные черты, подбираем изображения, иллюстрирующие такие элементы. Можно заменить, конечно, и символами. И построить ассоциативную связь между этими образами. Вот таким образом CrossSense у нас готов. Если мы рассмотрим с вами младшее школьное звено, то CrossSense, применение его представлено на данном слайде. Слайдом я, безусловно, поделюсь в конце нашего вебинара и передам нашей академии. И вы сможете воспользоваться тем, что я уже не раз вам говорила. Предлагаю, в свой роде такие мини-методички, которые вам помогут работать по данной теме. Вот как на уроках литературы. Можно применять, вот я с этого слайда и последующие еще 3-4 слайда, можно определить сюжеты известных сказок, вспомнив, соответственно, с учениками, чему, кому посвящены эти сказки, или авторов и так далее. И, соответственно, русские народные сказки, тема, проблема общая обозначена. Если мы касаемся русского языка, скажем, можно фразеологизмы, как устойчивое выражение, которые с простейших элементов уже, с младшего школьного звена включены в программы, соответственно, в виде изображений их угадывает. Уши развесил, прямое переносное значение, белая ворона, за 3-9 земель и так далее. То есть здесь, конечно, можно подобрать те единицы языковые, которые вы собираетесь рассмотреть на уроке и не просто рассмотреть, но и включать их уже в активный лексикон, применяя в текстах, в мини-текстах. Так вот, сразу хочу отметить, попутно работая со студенческим контингентом, и поскольку я преподаю еще курсы гуманитарные, русский язык, русский язык культуры, речи, теперь вводятся такие программы, как технологии эффективных деловых и научных коммуникаций, где основы русского языка, культуры, речи тоже даются. И вот когда мы попутно буквально рассматриваем тему, связанную с устойчивыми выражениями, фразологизмом, пословицей, поговорки, прецедентные выражения и так далее, меня поражает незнание студентами младшего курса, незнание и неумение употреблять таким богатейшим ресурсом нашего языка, который, конечно, обогащает нашу речь, делает ее нестандартной, выламывающейся из стереотипов, и я понимаю, что где-то мы что-то упускаем. Чтобы не было упущения уже в детском возрасте, в младшем школьном звене, с простейших основ мы задаем с вами то, что сокровищницу нашего языка составляет и, безусловно, обогащает и будет обогащать речь наших с вами подопечных. В уроках чтения тоже с основой на различные сказки можно подобрать такие сюжеты, где основным с цифрой, да, там три, три медведя или три поросенка, соответственно, или там три богатыря, три девицы под окном, сюжеты вспоминаем. Ну, я бы посоветовала, конечно, рассматривать те сюжеты, либо уже пройденных по программе, прочитанных в садике или в школе по программе включенных, или те, что уже детьми усвоено и в семейном воспитании, поскольку ориентация, еще раз повторяю, с чего я начала нашу встречу, ориентация, к сожалению, идет на то, что вещают по телевидению. И те каналы, YouTube-каналы или порой те мультипликационные каналы, то, что предлагают детям, это и зарубежная, конечно, фильмотека, да, мультипликационных фильмов, которые, ну, оставляют, скажем так, желать лучшего с точки зрения эстетики и приобщения к нашей культуре, прежде всего. Я просто свое мнение выражу, и, наверное, это будет правильным. Я тяготею все-таки к приобщению наших детей первоначально в русскую культуру в сравнении, безусловно, с зарубежными, потому что есть такое понятие, как бродячие сюжеты. Понятно, что сам этот термин детям, может быть, и не нужно посвящать, но есть такие сюжеты, которые универсальны вне зависимости от культуры или языков. Вот сюжеты связаны и с взаимоотношениями животных и окружающих, да, людей, связаны с семейно-бытовым общением и так далее. Мне кажется, ставку надо делать на это. Сначала родное, через родное мы сравнение изучаем зарубежное. Конечно, мне кажется, это вот как раз очень благоприятный способ того, что представится. Ну, вот еще один вариант из того, что предлагается, кстати, и масса есть примеров в нашем интернет-пространстве. Те, кто разрабатывал и разрабатывает эти курсы, я вот подобрала более удачные, на мой взгляд, вещи, которые можно использовать и изображения на занятиях как в детском саду, так и в младшем школьном возрасте. Я бы хотела свое внимание связать еще вот более сложные, да, кроссенсы, которые, конечно, уже в младшем школьном звене могут рассматриваться. Я бы хотела коснуться того, что сейчас актуальным для нас с вами является и привносится как элемент обязательный по стандартам это патриотическое воспитание на основе материала о родном крае. Мне кажется, это вот как раз та тема, она и была раньше, сейчас она просто новыми красками заиграла, и всегда мы с вами говорили о родном крае и изучали свои сказки, но тем не менее, вот то, о чем сейчас мы говорим, интерес к окружающему миру, интерес к родной культуре, к языку, начинается с того, что мы называем малой родиной, и через малую родину уже приобщаем к родине, как к России, Россия наша, да, и патриотическое воспитание на сегодняшний день считается одним из элементов не только образовательной, но и воспитательной работы, поскольку согласитесь, что нравственные, эстетические ценности нашей культуры, родной культуры, я имею в виду, в самом нежном, младшем возрасте это как раз и есть то естественное, а потому и самый верный способ воспитания без какого-то напряжения и навязчивости чувства любви к нашему отечеству, к малой родине. Вот дошкольные учреждения, и школьные учреждения, в частности, я затрагула младшее звено, являясь начальным этапом системы образования, призвано как раз сформировать у детей первичные представления об окружающем мире, выстраивать свое отношение, собственное видение, действительности и давать возможность почувствовать с самых ранних лет тем, что мы являемся, они являются гражданами своего отечества. Поэтому я предвижу, что есть некоторые трудности в патриотическом воспитании в современных условиях, трудности, связанные, конечно, с нагляднообразным мышлением детей. Поэтому и воспитателям, здесь я, конечно, еще и родителей упомяну, а важно уже с детского возраста использовать те иллюстрации, ту художественную литературу и различные наглядные примеры, и при возможности, конечно, если позволяет эпидемиологическая ситуация, посещать музеи, если близлежащие, или устраивать такие специальные помещения в детских садах, так как перед ребенком, безусловно, открываются возможности для познания истории и быта родного края. Такие элементы есть и приносятся активно воспитательную нашу с вами работу. На школьном и младшем школьном возрасте, конечно, нужно с простейших элементов, прежде всего, интеллектуально-чувственной и поведенческой сферы личности, включать в разработку этих технологий, и это, в общем-то, делать не так сложно. Но я, основываясь на нашем родном крае, в нашей республике, подобрала вот такие изображения для, скажем, материал, как для старших дошкольников и угадать, что все это характеризует. Тоже в виде символа зашифровала, потому что важно в одном символе представить и, скажем, геральдику, и некоторые символы, связанные с символом Башкирии, и трехцветный наш флаг и так далее. Но для этого нужно, конечно, угадать, что на этих изображениях. Например, достопримечательности городов республики Башкирия. Цель можно обозначить очень-очень просто, закрепить и обобщить знания детей о городах Башкирии, о достопримечательностях. Я выбрала самые узнаваемые для каждого города в нашей республике. Во-первых, мы развиваем с вами зрительное и образное мышление, обогащаем, активизируем словарь за счет наименований и, возможно, там, стелла. Понятно, что это элемент лексический, который не используется. Детьми можно пояснить, что это такое, и показать, формировать у детей понятие «малая родина», ну и, конечно, воспитывать чувство бережного отношения к тому, что мы называем родиной. Ход занятия можно представить в виде диалогов, когда воспитатель, обращаясь к детишкам, может в стихотворной форме как раз этот возраст к ритмике, вот как особая организация, стихотворная организация ритмического построения, вступления, скажем, «Откуда рода ты?» меня спросили. Я ответил, «Корта, из России». А если говорить точнее, «С Урала я, там родина моя, Машкирия моя». Давайте посмотрим, ребята, на эту головоломку, которую мы называем «Кроссетс», и постараемся отгадать картинку. Она спрятана в центре, но для начала давайте посмотрим, что мы видим на первой, дальше второй, треть и так далее. Вот он, монумент дружбы, очень известная столица Уфе, Машкирия. Второе изображение «Стелла города Туймазы». «Стелла города Ишимба». Я специально подборочку сделала, чтобы уже можно было прочесть, узнать. Город Белорецк, город Мелиоз, тоже узнаваемые достопримечательности, которые находятся, как правило, в центре городов. Далее у нас идет город Бирск, известный интересными историческими постройками. Город Сибай с Куницей, который является тоже одним из атрибутов нашей республики. И, наконец-то, город Нефтекамск, известная площадь Ленина. Ну, площади Ленина, наверное, много в городах, в том числе и улицы, площади, скверы, которые носят имя известное. И, конечно, можно дать краткую справочку о том, кто такой Ленин. И, соответственно, задать вопрос, а что объединяет все эти картинки? Понятно, что все эти города находятся в нашей республике. Вот она, республика, которая на карте имеет вот такое очень интересное, похоже на лист кленовый, изображение. Нужно давать вот такие метафорические сравнительные образы и пояснить, что вот такой трехцветный флаг Башкирии, который легко можно запомнить, небо, природа и центр, это курай. Курай – это известный музыкальный инструмент в Башкирии, который известен уже с незапамятных времен и является одним из атрибутов сказок, легенд, мифов и так далее. Будет хорошо, если вы взаимосвязь покажете с тем, что уже было прочитано, если встречались с таким атрибутом. Ну, понятно, что патриотизм, как мне кажется, включает чувство привязанности именно к тем местам, где человек родился, вырос. Начинаем прививать такое уважительное отношение к языку, к природе, к окружающей среде, заботу об интересах родины и проявление таких чувств гражданских, как охрана природы, сохранение верности родине. Поэтому, мне кажется, тематически связанным было бы правильно показать еще и в рамках данной темы такой кроссенс, как флора и фауна Башкортостана или каждый из вас, слушателей, может предложить, конечно, свой край, это может быть север, это внукс. Мне кажется, мы в уникальном краю живем в целом и любой регион можно представить с разных точек зрения, в том числе и в аспекте изучения флоры и фауны, но снова слова, они научного происхождения и дать расшифровочку детям, что это обозначает животные, растения нашей республики, вот такие имеют обозначение научные. Пусть приучаются, пусть привыкают, потому что еще раз повторяю, общаясь со студентами, мы в вузовской системе уже должны в учебно-научном стиле общаться, школьники уже, старшие школьники должны приобщаться к тому, что разностилевыми возможностями русского литературного языка уметь общаться и переходить с одного регистра на другой, но основы вот такой способности и навыки мы закладываем уже очень-очень рано, поэтому бояться новых каких-то слов не нужно. Кто-то запомнит и обязательно повторит в детском возрасте, особенно средний и старший звено, вспомните, почему учечный возраст, и младшие школьники, они очень легко усваивают именно такие единицы и пополняют активный свой лексикон и при повторе эти единицы будут безусловно значимы уже и в последующем школьном обучении. Вновь такая же подборочка, которая включает то, что составляет флору и фауну нашей республики, окружает наших детишек, естественно, узнаваемые картинки, то, что неузнаваемо, можно пояснить и показать, и, соответственно, сделать вывод о том, что малая родина начинается с того, что меня окружает, это и деревья, и цветы, и животные. Животные у нас домашние, дикие, и, соответственно, вот такая тематическая классификация позволяет нам выйти на уровень понятийного мышления, что тоже, естественно, очень важно. Ну, вот, следующая тема, связанная, конечно, с усвоением определенного уровня познаний и представлений общественной жизни страны, труда людей, вот это сложное чувство любви к родным, близким, и к тому, где ты родился, оно, конечно, можно в символическом формате, но уже больше для дошкольников и детей младшего школьного возраста, я хотела захватить разный возрастной контингент, поскольку тема заявлена именно так, и перейти уже на символьное представление городов Башкортостана. Ну, скажем, вот опять-таки та же республика, да, и данное символическое изображение городов, можно дать даже историческую справку в очень простом формате, с чем и почему именно такие символы выбраны и к каким городам это относится, и, соответственно, мы с вами, во-первых, употребляем в речи разные предложно-поддержные конструкции, развиваем связанную речь детей, пусть даже и на первых порах с ошибками грамматическими, на том мы с вами педагоги и преподаватели, чтобы не указывать, а поправлять ненавязчиво, чтобы не формировать страх у детей что-то сказать не так, да, мы просто поправляем грамматические конструкции согласно тем нормам литературного языка, которые существуют. Мы обогащаем, активизируем опять-таки словарь и память и формируем у детей понятие малая родина. Ну вот, скажем, первый символ это символ города Белорецк. Белорецк у нас находится в тех, в той местности горестой, да, в нашей республике, поэтому такая вот хищная птица, орел, не случайно выбрана именно символом этого города. Второй город Ишенбай, здесь символ конечно связан опять-таки с Кураем, посмотрите, Кураев он такой неизменный атрибут очень многих гербов городов и вот чем обслована, скажем, цветовая символика такого выбора герба. Третий это Училы, Училы тоже интересные сказки Бажова в свое время были посвящены как раз Уралу и вот тем животным ящерки, да, те сказочные существа, которые в сказках Бажова активно используются. Следующий символ это Стерля-Тамак, Сибай, та же куница, которая на стелле у нас находилась, город Октябрьский, город Салават и город Благовещенск. Ну и неизменный вопрос, что объединяет эти картинки, это города нашей республики, республики символическое изображение, которое уже детишкам может быть известно. Отталкиваясь от того, что мы проживаем в поле язычной, многонациональной и даже поле конфессиональной республики, таковыми у нас многие субъекты России являются, и мы уже можем начать прививать не только уважительные отношения, как к личности, которая тебя окружает, но и к личности отличной по национальности, по языку, по принадлежности к культуре. И я предлагаю, например, уже с младшего школьного звена смело вводить соответствующие уроки либо по литературе, либо есть у нас отдельные предметы, связанные с изучением культуры языка того же Куртестана, скажем, родные языки или государственный язык башкирский, быт и культуру многонациональной Башкирии. Мне кажется, это очень удачная тема, была бы с точки зрения как раз и сопряжения этих тем с какими-либо праздниками, с какими-либо связанными сезонными праздниками, но имеющими отношения к той или иной культуре или национальности, если есть, предположим, в группе или в саду, представители разных культур, привлекаем родителей. Это уже очень интересно и можно какие-то общие даже праздники тем самым сценарий разработать. Ну, например, например, опять-таки, я выбираю нашу классическую схему и по ней работаем. Праздник Сабан-Туй в переводе с башкирского Сабан-Туй обозначает праздник земледелия или посева. Кстати, такие праздники, они присутствуют. Прошу прощения, тут я параллельно сразу читаю вопросы, отвечу обязательно. Вот, скажем, центральную картинку мы можем либо символически, еще раз повторяю, представить, либо ее закрыть как знак вопроса. Совершенно верно поняты технологии Crossens или в некоторых случаях, когда открытая тема как флора и фауна, предположим, можно изображением из флоры и фауны представить. А для меня в данном случае задача была такая, чтобы представить многонациональную часть нашей республики и через праздники. Сабантуй это праздник земледелия, посева, в переводе с башкирского Сабан это плуг, праздник плуг. И почему это праздничный день и почему есть такой праздник, мы тоже даем историческую справку, обосновывая свой рассказ, свое видение тем-то и тем-то. И, соответственно, можно уже задать ребятам какие-то подготовленные вопросы, потому что отводится у нас в республике день, 1 июня, как правило, у нас и в городах, и, как правило, в районах проводятся такие праздники, где, конечно, детишки тоже принимают участие. Я думаю, общее представление об этом празднике дети имеют. Вторая картинка это Ейен, тоже в переводе из башкирского обозначает такой вот сбор Ейен, который сопровождается и песнями, и плясками, и празднованием после того, как решаются важные вопросы. Ейен собрание. И при успешном разрешении такого массового народного собрания, ну, как правило, завершается праздником. Третье на картинке представлено очень близкое по духу башкирам это татарская свадьба, которая, конечно, имеет общие атрибуты с тюркскими подобными праздниками, можно как раз представить и застолье, и что изображено чак-ча, и описать национальный костюм, почему свадьба является праздником. Мне кажется, у детишек здесь воображение будет очень обширное, все через, ну, бывали участниками на таких праздниках или видели. Следующий праздник это, конечно же, масленица, русский праздник, который известен всем, и дети с удовольствием принимают участие как и в организации в садиках и в школах. Теперь уже и модным стало и традиционным во дворах больших городов и малых. Можно продолжить тематически и чучелы, и с чучелом этим же, ну, если вы, допустим, этот кроссенс рассматриваете как раз ко времени там февраля, да, когда масленица празднуется, мне кажется, это очень даже было бы выигрышным моментом. А вот следующий праздник может быть многим незнаком, но, тем не менее, известен удмуртам, проживающим на территории Башкирии, праздник сбора урожая. Он называется Тулсур в переводе с удмуртского. Можно тоже пояснить, с чем связаны и специфику национальных костюмов указать, и что они делают, опишите на картинке. То есть здесь тематически можно развить. Картинки динамичные, как вы видите, а динамика, она позволяет акцент основной сделать на том, чтобы в рассказе присутствовали глаголы. Глаголы действия, они отображают как раз динамику. И плюс, конечно, существительные и прилагательные, которые позволяют описывать то, что изображено. А следующий праздник уже в сравнении с русским, с русской масленицей, можно представить удмуртскую масленицу, которая называется вой дыр. вой дыр. Почему? Потому здесь, во-первых, уже и лексемы региональные могут привноситься в лексикон детей. Я думаю, в республиках, если есть представители республик разных, не только в Башкирии, я вот уже вижу по тому, кто присутствует, в сопоставлении, например, единицы лексические, которые привычны для проживающих в Башкирии, они вошли уже в обиход на русском языке, это такие, как чак-чак, биш-бармак, котык и прочее. Дети уже с детства знают, что это такое, хотя, скажем, в центральных частях детишки в лексиконе могут не иметь такие единицы. То же самое можно вносить и на уровне названий праздников, скажем, масленица, вой дыр и прочее. Следующий праздник уже, праздник сурхури, это Чувашский Новый год. Мы здесь можем сакцентировать внимание, что Новый год не только общий праздник, но еще специфично справляется разными этносами, проживающими в нашей республике. Вот в частности, чем отличается, например, по одежде даже, да, Чувашский Дед Мороз от того Деда Мороза, который к нам приходит в гости. И массу таких попутных вопросов, которые позволят детишкам, опять-таки, динамичность, динамизм этой картинки передать в связанном рассказе и с помощью педагогов, естественно, логически выстроить. И, конечно, тоже узнаваемый достаточно праздник, потому что в нем участвуют разновозрастные участники, принимают украинский праздник Ивана Купала, с чем он связан. Если уже были какие-то основы знания даны на уровне интерпретации сказок, скажем, гоголевских, пожалуйста, можно здесь продолжить, дать идею и с детьми описать через описание картинок уже характеристики самого праздника, кто такой Иван Купала, можно даже какие-то микрофильмы до этого показать или мультфильмы связанные, мне кажется, здесь вот как раз столько творческого потенциала Кроссен задает для подготовительного или последующего построения сценариев уроков, здесь уже вот кто, а что в рамках программ, конечно, из воспитателей и педагогов гораз, потому что выбор действительно богатый в этом отношении. Но что мне хотелось бы еще подчеркнуть, что Кроссен дошкольника и младший школьника с родителями, с привлечением родителей еще полезнее, на мой взгляд, чем созданный и приготовленный заранее педагога. В первую очередь родители вместе с детьми, именно вместе, а не так, чтобы отдельно, отражают глубину понимания той заданной темы и опять-таки способствуют развитию образного мышления и в процессе совместных действий и подборки материала повышают мотивацию и развивают способность к самовыражению. Это еще одна из возможностей родителям побыть вместе с детьми почаще, поскольку мы действительно предоставляя вот эти сюрпризы, которые технологические возможности нам приготовили в виде гаджетов или планшетов и прочее, что помогает, отвлекает, допустим, нас и дает детям время провождения за этими вещами, но вот совместное проведение времени, к сожалению, уже минимализируется. Это упущение в нашей с вами культуре и в семейном питовом воспитании как раз позволяет в совместной творческой деятельности создать какой-то продукт, которым можно воспользоваться и в дальнейшем. И с развитием именно информационных технологий, вот в том плюсе, что я тоже указывала в начале нашей встречи, такая доступная работа всем школьникам даже. Ребята изучают алгоритм работы, как создать вот эту картинку, которую пятнавшки даже напоминают. Они так увлекаются, что, вы знаете, бывают такие нестандартные решения, предложенные детьми, что нам, взрослым, это просто не придет в голову. Вот такая своя логика, именно логика, потому что она находит обоснование и выбор картинок или изображений, которые нам кажутся неправильными, а с точки зрения детской логики, вот выстраивание того, в каком формате воспринимается мир и окружающая действительность, мы потом просто диву даемся, насколько логично бывает детское восприятие. Ну и, конечно, не стоит упускать из виду огромный воспитательный потенциал в розынцах, потому что они могут быть составлены как по теме даты, либо праздничного мероприятия, может быть, юбилейная дата города, республики, детского сада или школы, пожалуйста, здесь, еще раз говорю, горизонты можно раздвинуть до бесконечности. И именно кроссницы могут стать способом организации коллективного творческого дела для того, чтобы вот такую интеллектуальную игру совместными усилиями представить. Это может быть стенгазета, пожалуйста, вариант, это может быть открытка ко дню рождения, почему бы в таком формате необычном не поздравить своих друзей, это может быть оформление даже портфолио, так вот, когда обычно при завершении детского сада или при завершении начального звена в школе можно эти элементы в портфолио сложить и потом улыбаться мило и восхищаться тем, через какие этапы были пройдены образовательные ступени. Ну, еще раз повторяю, здесь не только коммуникативные, творческие, то есть креативные такие наши возможности и наши, и детей наших совместно могут быть реализованы, но еще главное, то, что может помочь детям в среднем и старшем школьном возрасте, это работа с информацией. Очень важно то, что сейчас по стандартам федеральным работа с информацией важна с точки зрения самостоятельной подготовки детей при разработке каких-то тем, на эту ставку теперь делают очень много. Я вообще эту технологию, кроссенс-технологию рассматриваю не просто как средство, это я представила тему, да, с развития связанной речи детей, но вообще как универсальная технология, которая связывается и с возможностями, и с желаниями педагога. Я лично использую, меняя формат, то есть трансформирую эти элементы на практических занятиях, даже в работе со студентами и со студентами-иностранцами, очень позволительно при изучении определенных тем. во-первых, они позволяют, еще раз повторяю, обогатить нашу с вами речь с использованием таких элементов, как пословица, поговорки, устойчивое выражение, ну, например, поделюсь опытом того, что элемент составляет трансформа кроссенца для студентов уже, ну, вот скажем, попытайтесь угадать, какая пословица здесь представлена. первое. Как вы думаете, что это? Пожалуйста, или напишите, или подключайтесь. В чем универсальность этой технологии заключается? В том, что я зашифровала пословицу. Совершенно верно, под лежачий камень вода не течет. Вторая пословица. Вторая. Так, под лежачий камень вода не течет. Вторая. Семь бед, один ответ. Совершенно верно мне в личной сообщении. Ну, и, наконец-то, давайте посмотрим третью. Есть варианты? Есть ли у нас варианты? Береги платье снова, а честь, да, совершенно верно, честь с молодым. Ну, давайте еще с вами попробуем эти элементы пронести. Я пошла дальше. Я превратила кроссенс, не без интернет-усилий, конечно, вот в такое красочное представление, которое первое. Здесь совокупность уже идет. Первое. Лучше синица в руке, чем журавль на ней. Да? Второе. Вот он, фрагмент. Как вы думаете, что из пословицы шифровано во второй картинке. вот она, видите, не девять элементов, а пять я включила. Нет, нет, здесь уже в гостях хорошо, а дома лучше. Третье. Третье. Близок локоток или локоть, но не укусишь. Четвертое. Здесь прозрачно, да? Верно, ложка, ложка дегтя в бочке меда. Ну и, наконец, пятая. Пятая. в тесноте, но не в обиде. Нет, нет, дитя с глазом как раз. Здесь немножко ошибка вышла. В тесноте, да не в обиде. Понятно, что бывает разночтение. Вот я, например, вот здесь в сообщениях вижу, второй интерпретировали, встречают по уму, провожают по одежке. В принципе, тоже, да, не противоречит. А почему бы такие синонимичные пословицы не рассмотреть и их смысловую интерпретацию можно, пожалуйста. И почему, например, в гостях хорошо, а дома лучше или встречают по уму, а провожают по... встречают по одежке, простите, а провожают по уму. Вот в чем эта картинка дает основания для такой интерпретации пословиц. Мне кажется, здесь как раз можно и на количество работать, да, сколько идиом можно вспомнить и на качество, конечно, при использовании в своем речевом репертуаре. Когда мы говорим о практической значимости этой технологии, я прежде всего обращаю внимание на то, что одна из проблем, которая возникает в результате тех противоречий, как сделать так, чтобы образы, которые возникают перед глазами дошкольников и младшешкольников, вызывали определенные знания и помогали в жизни. Все-таки хочется и прагматическую составляющую в детках наших воспитывать, чтобы они не витали в облаках. Вот мне кажется, здесь основное противоречие, вот как связать, чтобы в жизни жизненном была ситуация и с тем, что мы изучаем. Вот в педагогике общаюсь я с вами как с коллегами, педагогами, хотелось бы напомнить, что образ, понятие само образа чаще незаслуженно играет второстепенную роль, согласитесь. А если задуматься вообще, куда нас приведет слово образование, ведь тоже есть образ, образование. В жизни человек активно пользуется тем, что мы накопили именно в детстве, в детской практике, образами для принятия решений, для выбора пути. И так, что нельзя, конечно, недооценивать и педагогическую значимость того, о чем мы говорим, через образ, через представление, через то, как в жизни можно это представить. Ну и, конечно, подводя итог всему тому, что сегодня я вам представила, я хотела бы, формулируя выводы, сослаться на слова классика, известного, потому что речь наша это важнейшая творческая, психическая функция человека, область проявления, присущие всем людям способности к познанию и самоорганизации. Понятно, что речь развивается и она проявляет себя, актуализируется в разных видах деятельности, при ознакомлении с художественной литературой, с явлениями и окружающей действительности и способствует самоорганизация нашей. Так ведь, речь сама по себе никогда не возникает, это априори нам с вами известно, и речь является составной частью общения, которая сочетается с другими видами деятельности, практической, образовательной, трудовой, познавательной и так далее. Поэтому, конечно, нам с вами необходимо позаботиться о создании определенной ситуации именно общения, где актуализируется речь, о возникновении у детей потребности вступить в это общение, не испытывая каких-то комплексов, не формируя эти комплексы, а именно способствовать их проявлению мотива речи, что как раз технологии Crossens способствуют этому. Ну и разработанные нами Crossens, конечно, имеют специфическую особенность, как вы заметили, это продиктовано целями нашего современного образовательного процесса. Это выбор и темы, и форма организации. Перед обучающимися мы с вами ставим оценку и цель видеть взаимосвязь между изображениями и составить рассказ. Вот критерии оценки этого рассказа, пусть они будут сначала минимизированы младшим, дошкольным звене, средние и младшие, это простые конструкции, которые мы с вами подтягиваем к правильной грамматической речи. и до уровневого получения знаний, когда создаются задачи и возможности для продвижения от более простого к более сложному уровню. Ну и я полагаю, что кроссенс, составленный воспитанником вашим, он, наверное, еще полезнее, чем наш с вами педагогический кроссенс, в первую очередь, хотя бы потому, что он отражает глубину понимания ребенком, той темы, которую мы предложили, и способствует безусловно логическому и творческому мышлению. Составление этих кроссенсов с теми возможностями, которыми представляет интернет и прочее, это доступно всем, стоит только в поисковике задать Яндекс.Картинки и набрать нужное слово или картинки. Большое количество вариантов и представлений, которые, конечно, мы с вами должны фильтровать, избирать им подходить в соответствии с теми целями и задачами, минимальными я считаю, минимальные цели и задачи можно ставить и потихоньку, пошагово реализовать тот интересный и потенциально глубокий, как на мой взгляд кажется, ту технологию или тот резерв, который скрыт в кроссенс технологии. Я благодарю вас за внимание, буду очень рада ответить на вопросы или замечания, пожелания. Пожалуйста, вот сейчас я уже вижу. Так, на какие-то я вот по центральной картинке я ответила, ссылочки и презентацию я организаторам наших с вами встреч обязательно передаю, я думаю, ничего страшного, я готовлю их как методички, обобщая тот материал, который был, есть, и в свете тех актуальных сейчас целей и задач, которые перед нами педагогами, воспитателями стоят, я старалась все это обобщить и вам предложить на сегодняшней встрече. по литературе, что можно посоветовать. Так, я, ссылочки обязательно, можно вот по моей почте написать и я литературу даже вам вышлю тому, кто обратится по моему вот сейчас электронному адресу, который на слайде представлен. Я могу посоветовать одну, 21 или 22 год вышла очень интересная методичка, которая одним из ваших коллег подготовлена и как вариант могу тоже представить. Обращайтесь. Так, есть ли еще вопросы? Так, вот я сейчас посмотрю. Так, чат, да, еще. Так, ну вот личные сообщения вроде бы все, да, так. Буду рада, конечно, если эта информация будет востребована и вами. Так, литература. Да, обратитесь, пожалуйста, я вам перешлю методички, которые мне есть готовые и разработаны вашими коллегами. Так, вроде бы, так, угадали, да, некоторые угадали. Так, вроде бы я на все, да, вопросы ответила. Пожалуйста, есть ли еще? Нет, да. Так, ну что ж, я благодарю вас за внимание, за комплименты и благодарности большое вам спасибо за да, и логопеды. Совершенно верно, здесь логопедическая составляющая, безусловно, есть, поэтому пользуемся. Да, совершенно верно, как элемент занятий можно брать или подготовительный этап заранее готовиться, или можно творчески подойти, импровизировать по ходу тех занятий, которые вы проводите со своими детьми. да, конечно, психологическая составляющая тоже есть, верно. Так, ну вот, вроде бы все, да, ответила. Так, ну что ж, тогда с вашего позволения я прощаюсь с вами ненадолго, работаю и собираюсь представить следующую интересную тему, если будет полезно, обращайтесь в нашу Академию Директ. Спасибо, всего доброго. Директ.